Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Ваша оценка, Олег, итогов второго общегородского баркемпа, который прошел в прошлые выходные. Первоначально планировалось, что состоится он на свежем воздухе, но из-за непогоды непрерывающейся был перенесен в стены галереи прогресса. Итак, вот такое явление, как баркемп. Мы его активно анонсировали. И те выступающие, которые там присутствовали, они и в нашем эфире тоже рассказывали. Ну, баркемп состоялся, и это хорошо. То есть, на самом деле, приятно было увидеть так много разных людей, которые интересуются столь сложными и интересными темами. Открытость общества, открытость власти. Да. Это, по-моему, была тема основная. Я заметил присутствие многих молодых людей, то есть, много молодежи интересуются, то есть, к спикерам, к активистам, к уже состоявшимся люди подходят и говорят там, здравствуйте, а мы вот такие вот молодые люди, мы бы хотели обсудить, а вот как нам лучше сделать, вот у нас есть идеи, ну и так далее. То есть, и это ценно. То есть, на самом деле, ценность подобных мероприятий в том, что это создает питательную среду для развития каких-то инициатив, для передачи опыта, для увеличения базы знакомств, там, активистов, там, друг с другом, для поиска новых активных участников, там, различных общественных движений. В общем, всем довольны? Все понравилось? Разумеется, если бы это было все-таки на природе и не в замкнутом помещении, то есть, ограниченном там и по площади, и по количеству площадок, то это было бы более уместно. Уровень неформальности был бы, наверное, побольше. И уровень неформальности, ну и понятно, что как бы в ограниченном помещении там и звук летает туда-сюда, там, ну, эхо, вот, то есть, площадка галереи прогресса молодцы, они сделали там, что могли, но, тем не менее, это все-таки там замкнутое помещение, там, в центре города. И, как и предполагалось, ну, вот, на любом мероприятии, которое проводится в городе, то есть, люди приходят на некоторое время на какую-то интересующую их тему, а после этого уходят по своим делам. То есть, если бы это было за городом, то просто... Просто так свинтить оттуда было бы невозможно. Да, да, волей-неволей больше бы людей приняло участие там на других площадках Варкэмпа. Хорошо, исследуем дальше, и хотелось бы еще остановиться на теме работы и деятельности некоммерческих организаций. Постоянно появляются некие инициативы, которые обсуждаются на самом верху. Вот в Совете Федерации на днях состоялся круглый стол, государственная поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, исполнительные общественно-полезные услуги. Вот некоторые там предложения прозвучали, например, введение публичной отчетности о результатах деятельности НКО. А сейчас это нету, что ли, этого не предусмотрено, чтобы открыто НКО сообщали. Публичная отчетность, она есть, но в объеме сведений, предоставляемых государственной отчетности. То есть публичный отчет НКО должен быть опубликован на сайте организации, на ресурсах интернет, но это в основном отчет по тем параметрам, которые диктует государство. Там не то, что параметры, там отчет об использовании имущества, по сути говоря. То есть содержательную часть там можно не описывать. Здесь, скорее всего, имеется, ну скорее всего, я так предполагаю, имеется в виду, что если организация получила какое-то там финансирование или государственную поддержку в какой-то иной форме, то необходимо об этом рассказать, в том числе и с содержательной точки зрения, там хотя бы опубликовать отчет о достигнутых результатах по итогам этой господдержки. — А где, в какой форме? В средствах массовой информации, на каком-то отдельном ресурсе специализированном? — Скорее всего, сделают и отдельный специализированный ресурс. Ну, я предполагаю просто, потому что это легче всего. Но вполне могут ограничиться тем, что обязать в более подробном виде выкладывать на каких-то собственных ресурсах. — На своих сайтах, те же самые. — Да, на своих сайтах. — Еще одно предложение, прозвучавшее там, не знаю, есть ли, на ваш взгляд, тут проблема, это более широкое освещение положительных результатов работы НКО в средствах массовой информации. Есть тут проблема? — Ну и... — Люди мало что знают из СМИ. — Люди мало что знают, потому что люди мало чем интересуются. — Проблема в людях. — Понимаете, вот как бы некая рутинная часть работы, она скучна. Она не является информационным поводом, ярким информационным поводом. То есть каждодневная работа, она, если ее не подавать, не обыгрывать со специалистом, да, ну это должны делать специалисты. Некоторые организации привлекают специалистов, и там каждое маломальское движение, оно начинает быть интересным людям. То есть это интересно читать как на собственных сайтах в виде собственных новостей, так и средства массовой информации с удовольствием берут, если кто-то сформулировал, в чем был интерес. Но подавляющее большинство деятельностей некоммерческих организаций — это такая, в принципе, рутинная каждодневная деятельность, которая не видна невооруженным взглядом. И ее просто необходимо как-то описывать. Будет ли стимул средств массовой информации в это вдаваться и обсуждать какие-то тонкости, дело производства внутриорганизационного, вот не знаю. Огромное количество смет, и все-таки еще коммерческие предприятия бы хотелось, собственно, еще и заработать на публикуемой информации. Ну, вы согласны все-таки с тем, что нужно больше освещать в средствах массовой информации? Освещать-то надо больше, но здесь вопрос не столько к средствам массовой информации, сколько к компетенциям тех людей, которые пытаются эту информацию предложить, то есть сформулировать. То есть если есть что интересное в организации, то это всегда можно привлечь специалистов, которые помогут это упаковать в более понятную, доступную и интересную упаковку, и передать средствам массовой информации, которые интересные события осветят, потому что это интересные люди. Еще одна мысль, прозвучавшая на этом круглом столе в Совете Федерации, это разработка типовой модели ресурсного центра поддержки НКО, который предоставляет услуги в соцсфере. О чем идет речь? Поясните, пожалуйста. Ну, смотрите. Некий курирующий орган? Ну, приоритеты объявлены давно, то, что НКО должны становиться поставщиками социальных услуг, а ВОЗ и ныне там. То есть власть со своей стороны, со своего видения считает, что нужно каким-то образом активизировать эту деятельность. И активизируя эту деятельность, самостоятельно там не очень понимают, как это, потому что люди на госслужбе не очень понимают, как активизировать. По-другому они работают. Да, тех людей, которые работают не за деньги в основном, а ради какой-то идеи. Как приблизить их формат работы к понятному, близкому формату работы государственных органов, к форматам бюджетной сферы, если речь идет о компенсациях государства за факт оказываемой социальной услуги. И, собственно говоря, видно, что есть некие организации под названием ресурсные центры, под общим пониманием ресурсные центры, которые помогают другим организациям. Во многих городах это есть, мы являемся в Кирове такими представителями, и кроме нас есть еще многие уважаемые организации, которые могут поделиться опытом и выступить в качестве ресурсного центра по деятельности некоммерческих организаций. Собственно говоря, то, что помогать ресурсным центрам необходимо делать эту работу, консультировать, являться проводниками, переводчиками с одного языка на другой, то есть медиаторами, лоббистами некоммерческого сектора. Это понятно, и это не вызывает отторжение. Вызывает отторжение попытки создать какие-то единые модели, применимые для всех. Да, и, собственно говоря, я очень опасаюсь то, что, начав регулировать эту сферу, загонять ее в какие-то рамки, потеряют многие уважаемые организации, или не потеряют, а они окажутся за бортом взаимодействия с государственными органами. То есть, понимаете, если придумают некий формат работы ресурсного центра, который устраивает государство, то будут, разумеется, что всю поддержку и все диалоги с обществом будут вести через эти организации. И если какая-то организация, ввиду своих индивидуальных особенностей, ввиду каких-то оригинальных методик, технологий своей работы, именно общественной работы, которые нестандартны и не вписываются в общую схему... А таких много, кстати? Да почти все. Почти все? У всех есть своя специфика, уникальность? Почти все ресурсные организации, они работают по-разному. То есть, создать единую схему, мне кажется, достаточно проблематично. Ресурсные центры в каждом регионе, они достаточно уникальны. Мы вот общаемся и входим в сообщество ресурсных центров Привозовского федерального округа. То есть, мы координируем свою деятельность, помогаем друг другу. И мы помогаем друг другу, в том числе и взаимными консультациями. В одном регионе специалисты по такой-то теме, в другом регионе специалисты по другой теме, в третьем регионе такая-то тема более ярко выражена и имеют большой опыт работы. Ну, собственно говоря, ресурсные центры, общаясь друг с другом, горизонтальные связи, это выравнивает до определенной степени. Если будут насаждать сверху, грубо говоря, какие-то бюджетные ресурсные центры, ну, точнее, создавать ресурсные центры по единой схеме, и понятно, что создавая новые ресурсные центры по той схеме, которая им приятна и интересна, понятно, что, скорее всего, туда их и будут финансировать. И вряд ли будут финансировать какие-то другие организации, вряд ли будут по этим же вопросам обращаться в какие-то независимые организации, если независимые организации вдруг не захотят укладываться в единую схему работы. Понятно. У нас сейчас небольшая пауза по регламенту, мы скоро продолжим. Это особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций и члена общественной палаты Кировской области. Продолжается особое мнение. Хотелось бы перейти к темам, которые сейчас активно обсуждаются в городе и области. Ну, вот спортивная тема уход Кировского «Динамо» из профессиональной футбольной лиги. Ваши отношения, Олег, к этому? Денег нет? Ну, грустно. Давайте на любительской основе будем играть. Грустно, денег нет. Ну, значит, на любительской. Значит, так, согласны. Ну, а что делать? Деньги были бы? Я, на самом деле, не являюсь адептом спорта, высоких достижений, я не являюсь болельщиком, но считаю, что в теме физкультуры и спорт, в этих двух словах, в первую очередь, упор надо делать на физкультуру и на массовое участие людей, а это, собственно говоря, любительская деятельность, нежели на профессиональные команды, которые дают зрелище. Ну, просто без уважения к многолетней истории, да, собственно, футбольного клуба, то есть вот моральный аспект. Ну, грустно. Были бы там средства. Да, и были бы слабых выступлений, да, собственно, да. Ну, вот сегодня в нашем эфире экс-глава администрации Кировской Василий Алексеевич Киселев сказал, что руководство просто у нас не умеет работать с частниками, с предприятиями, с фирмами, со спонсорами для того, чтобы деньги-то, собственно, на финансирование команды, ну, не только «Динамо», с родиной такие же проблемы, да, не умеет, на ваш взгляд, надо активнее. Да, вы знаете, тут же тема такая, когда в этом присутствуют власти, органы местного самоуправления, и вот все умение работы, по сути говоря, органов управления, там, с частниками, чтобы они давали деньги, это очень сильно напоминает такой добровольно-принудительный сбор средств, на котором, ну, мы знаем, как бы не один чиновник погорел. Вот, благо, пример нашего бывшего губернатора, то есть, у всех перед глазами, то есть, это палка о двух концах, то есть, попросить можно, но любая такая просьба со стороны чиновника, вот, если он умеет так работать, да, это очень скользкая тема. Вот, и они, а тут еще, тут еще упирается во многие юридические вещи, собственно говоря, вот произнесено было спонсорство, слово «спонсорство». Внебюджетные источники. Да. По сути говоря, что мы имеем, то есть, некая некоммерческая организация, но оформлена как некоммерческая организация, там, спортивная, получает спонсорские деньги. Вот, с юридической точки зрения, вот, мы сейчас, сейчас наши клиенты, там, спорят с Миньюстом по поводу, там, спонсорства и рекламы. НКО тоже, да? Рекламное агентство. Вот, ну, хорошо, дайте другой рекламный аквэд. А вот нет других. Вот, а по сути получается так, что спонсорство прописано как вид рекламной услуги в законе о рекламе. Вот, и не имея этого аквэда, то есть, серьезные, серьезная, там, какая-то корпорация, там, коммерческая организация, вот, как она перечислит деньги на спонсорство? То есть, ну, за размещение рекламы организации, по сути говоря, не владеющие рекламным аквэдом. То есть, в таком случае нужны некие посредники типа рекламное агентство коммерческие. Ну, вот, ну, мы понимаем, что наличие посредников увеличивает, там, объем расходов. То есть, до реального спорта дойдет, там, меньше денег. То есть, вот, вот непонимание органами, которые, там, контролируют деятельность некоммерческих организаций, вот, и причастны, там, к каким-то регистрационным действиям, ну, не улучшает ситуацию. Как в этой ситуации, там, органам государственной власти уметь работать, там, с этими спонсорами? Мне очень интересно. То есть, куда? В бюджетное учреждение принимать спонсорские деньги? Тогда бюджетное учреждение должно владеть рекламным аквэдом. И, по сути говоря, являться с точки зрения, там, контролирующих органов, там, рекламным агентством. Предлагаю еще затронуть некоторые аспекты выборных выборов, грядущих выборной кампании. 10 сентября, напомню, и выборных губернаторов, и выборов в городскую думу, и многие-многие другие выборы на территории Кировской области. Накануне спикера ЗАГСобрания Владимир Васильевич Быков призвал партии, представленные в ОЗС, подписать разработанный, кстати, Единой Россией, меморандум о честных и открытых выборах. Суть там в том, чтобы уважать Конституцию, уважать друг друга, не использовать технологии черного пиара. Вчера встреча была назначена на 11, и позже в нашем эфире Быков заявил, что никто не пришел. Затем после программы наши коллеги обзвонили, собственно, руководителей фракций в ОЗС. Они сказали, что мы не знали, что нас приглашали. Двое из них, Сергей Мамаев, КПРФ и Владимир Костин, ЛДПР, сказали, что да, мы готовы пообщаться, обсудить этот меморандум. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Василий Сураев, он сказал, что мы в этом не нуждаемся. Вот такой разброд получился. Что вообще это было такое? Не, ну это... И сама идея подписания меморандума, на ваш взгляд, достойна? Это смешная идея. Возникают каждые выборы. Каждые выборы, ну практически сколько там помню, то есть там с 90-х годов попытка подписать некие документы про честность выборов. Для чего? Ну просто чтобы было. То есть это с точки зрения... Ответственности никакой нету, пояснил Быков. На самом деле, как бы ответственность есть, но не за подписание этого документа, а в целом. То есть все, что необходимо для честных выборов, прописано в законе. То есть его просто необходимо соблюдать. Никакие дополнительные соглашения. Соглашение о чем? Не нарушать закон? Ну, извините, это смешно. Прилагать все силы для проведения свободных, открытых и честных выборов. Считать главной целью избирательной кампании создание условий для свободного волеизливления граждан. Ну вот такие хорошие, объемные фразы. Ну вот это как бы ни о чем. То есть это, в принципе, подписание некого документа про то, что не будем нарушать законодательство, грубо говоря, да? Ну это просто лишний информационный повод для тех людей, которые выборами занимаются. Этот информационный повод, любой информационный повод, который инициирует одна политическая сила, могут или не могут, считают возможным или не считают возможным использовать другие политические силы. То есть этот информационный повод или нужен, или не нужен другим политическим силам. Мне кажется, что другие политические организации, которые будут принимать участие в выборах, просто не нуждаются в участии, в подкреплении предвыборной кампании партии «Единая Россия». Вот и все. То есть они не нуждаются в таких механизмах. Если бы это было на их площадке, может быть, они нуждались бы в таком информационном поводе. Но юридический смысл такого информационного повода, мне кажется, нулевой. Кстати, ранее Быков призывал еще и поучаствовать в создании меморандума общественной организации, гражданское общество. Мы-то здесь каким боком? Ну, это вот путь меморандумов. Путь меморандумов. Такое явление, которое трудно просчитать. Сейчас у нас будет небольшая пауза, вернее, рекламная пауза. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член региональной общественной палаты. Мы продолжим через минуту. Продолжается особое мнение Олега Ткачева. И я продолжаю тему выборов, но уже в Кировскую городскую думу. Буквально накануне стало известно известные кандидаты от «Единой России». Первая тройка – это Геннадий Коновалов, это директор по управлению персоналом и безопасности завода «Лепсяга». Затем главврач областной больницы, детской больницы Алексей Рябов, член Союза художников России Анна Лалетина. Ранее с своими кандидатами определились и ЛДПР. Там первый, по традиции, Владимир Вольфович. Он везде, как лицо партии, везде. В списке КПРФ первая Марина Сергеевна Сазонтова, у справедливоросов Василий Купренович Сураев. Есть еще представители патриотов России, Родфронт, Партия Достоинства. Некоторые позиционеры считают, что в этом году будут яркие выборы в Гордуму. И многие из них претендуют на лидерство. Вот та же справедливая Россия, по словам ее представителя Алексея Кузьмина, очень надеется на то, что даже удастся во главе встать. Это все вот такие хотелки, такие громкие заявления, чтобы привлечь к себе внимание или увидеть под этим реальную такую силу? Мне кажется, мое сугубо личное мнение, что выборы действительно именно в Городскую Думу должны стать интересными. Предыдущий порядок сил смешался, то есть наше общество нестабильно. Смешался именно в Гордуме, вы имеете в виду? Нет, вообще политическая ситуация в регионе, она у нас в данный момент не очень стабильная. Различные группы интересов, они активно друг с другом разговаривают, обсуждают, блокируются, о чем-то договариваются, это не то молчаливое согласие предыдущих лет. Собственно говоря, когда было все понятно, там железобетон и в принципе все роли уже расписаны. В нынешнем выборном сезоне, в частности в Городскую Думу, тут могут быть сюрпризы и в зависимости от активности различных объединений и групп. Но в основном мне кажется, что это пойдет не по принципу партийных списков, хотя и там, скорее всего, тоже могут быть сюрпризы. Больше интересуют одномандатники, кто из существующих политических структур, объединений, неформальных объединений сможет подготовиться и убедить избирателей именно в своем кандидате. Видно, что у людей, у жителей есть такое разочарование политической системой в целом и политическими партиями, в частности, как части этой политической системы. То есть эта политическая система чувствуется, что, не вдаваясь так в подробности, не работает так, как должна бы. Сформированные органы по партийному принципу, представительные органы, начиная от Государственной Думы и дальше вниз, занимаются какими-то очень интересными, на их взгляд, вещами, которые вызывают недоумение участия жителей. То есть, ну, эта политическая система странная, то, во что она переродилась. Скорее всего, она перестает удовлетворять избирателя, и избиратель интересуется другими возможными вариантами. Нельзя в лоб, а что если пересмотреть каких-то других людей. Благо, сейчас нет таких вот очень сильных локомотивов, которые бы однозначно могли прийти. Ворваться в это пространство. И оказывается, что и партия власти, и те люди, которых может рекрутировать партия власти, они, ну, если не на равных, то в каких-то там сходных условиях, в том числе не с оппозиционными даже группами, а с группами интересов, которые тоже вроде как бы при власти, то есть не отрицают, но не пойдут по спискам «Единой России». То есть, процессы происходят интересные, а выборы как контрольный замер. Что из этого всего будет? Сюрпризы, вы сказали, возможно. Возможно. Конкретизировать, что вы имеете. Что за сюрприз? Неожиданно вот этот человек прошел, попал, или неожиданно большое количество мест заняла та или иная фракция? Неожиданно могут занять там какие-то фракции, кроме «Единой России», могут неожиданно занять там какие-то места. Могут прорваться в том числе и оппозиционеры, которых там много лет никуда уже не пускали. Могут. То есть, не факт, что это будет, не факт, что это состоится. Сейчас все зависит от того объема ресурсов и от тех интересных людей, которых называют политтехнологами, от их креативности, ума, сдержанности, чистоплотности. Ну, все зависит вот от этих факторов. Ну, и, собственно говоря, наличие идей. То есть, идеи-то витают в воздухе, самые разные идеи. То есть, мы живем в очень интересное время. А еще, наверное, зависит многое от того, какая погода будет 10 сентября. Если будет солнышко и плюс 30. Я думаю, что... Люди, наверное, предпочтут за город куда-то выбраться. Не в такой степени. То есть, выборы намечаются интересные. А вот как этот интерес смогут разыграть люди, которые находятся внутри политики и стараются занять эти места, вот это посмотрим. Продолжается особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. И хотелось бы еще вернуться в ОЗС. Стало известно о том, что появятся в региональном парламенте еще три оплачиваемые должности. Это заместители председателей трех ключевых комитетов, в том числе социального. Заявил Владимир Васильевич, спикер Закцобрания, о том, что это не будут представители Единой России. Он как-то так конкретно не ответил, что это за тема. Но у нас создалось впечатление, что там установка некого федерального центра о том, что не представители Единой России должны тоже работать на профессиональные условия. Но это наши догадки, возможно. Ну, остается только догадываться. Но именно поэтому власть, во-первых, не монолитна. Во-вторых, власть редко когда складывает все яйца в одну корзинку. То есть Единая Россия это всего лишь одна корзинка. То есть если она перестает нравиться избирателям, то надо создавать там народный фронт, надо создавать еще несколько более мелких там на вырост политических организаций. Там правого фланга, левого фланга. Не так откровенно поддерживающие официальные позиции. Вопрос в том, вопрос не в том, как будет называться фракция, от имени которой будет какой-то представитель, который будет не из Единой России. Вопрос в том, насколько представители этой фракции, этой группы политической, насколько они подконтрольны органам государственной власти, исполнительной власти, федеральному центру и прочее. То есть есть ли у них собственный набор идей, которые они готовы защищать, в том числе и споря. То есть в этом вопрос. То есть я очень сильно сомневаюсь, что активных, перспективных лидеров оппозиции прямо вот так вот допустят до реальных процессов, происходящих в законодательном собрании. Не уверен в этом. Не уверен. Кстати, тут надо вспомнить, что вы, Олег, еще являетесь членом общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Как раз вы сейчас в перерыве рассказывали про человека, которому дали два года строгого режима за заведомо ложное сообщение, донесение. Расскажите, пожалуйста, подробнее об истории. Ну, история-то, собственно говоря, громкая. То есть эту историю наблюдают и московские правозащитники, и ОНК Кировской области интересуются активно этой темой. Тут дело вот в чем. осужденный Галкин, там, в ИК-20. ИК-20 находится? ИК-20 находится, это вот там Верхнекамский, Амутнинский. Северообласть. Да. Колония. Северо-восток. Он, по сути говоря, там, суть дела в том, что он пожаловался на избиение со стороны, там, сотрудника колонии. Прошедшая проверка по факту, там, ну, по подаче жалоби не выявила, там, подобного факта. И были, там, некие объяснения, что упал с турника, там, повредил лицо, ну и так далее. То есть, осужденный освободился, и через пару месяцев после освобождения его вызвали в суд. Собственно говоря, 306-я статья Уголовного кодекса, заведомо ложный донос. А он знал, что в отношении него ведется некое разбирательство? Вызвали, узнал. А, то есть, два месяца находился в неведении. Проверки, там, шли, вот, ну, с момента, там, возбуждения уголовного дела, там, там, я не берусь, там, сказать, в какой момент он узнал. Там, ну, вот, уже находясь на свободе, он был вызван в суд. Потом он ссылался на болезнь и не посетил два заседания суда. Суд принял решение об избрании меры пресечения, там, под стражу. То есть, собственно говоря, его поместили в СИЗО, номер два, вот, для того, чтобы обеспечить его явку в суд. В городе Кирове, да? Да. В СИЗО, номер два. Было несколько, там, судебных заседаний, на которых, там, ну, вот, я присутствовал на некоторых. Вот, я общался, там, и с защитниками, и, там, с самим этим страдальцем. Я не берусь, там, судить, был ли тот факт, там, ну, избиения или не было, этого факта избиения. Там, суд посчитал, что не было. Не было. Вот. Меня интересует практика. То есть, практика, которая в данный момент складывается со стороны Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области, которые активно апробируются. Еще в феврале, будучи, там, в Амутнинских колониях, мы заметили на стендах в каждом отряде, в каждой колонии, в каждом отряде, вот, информационное сообщение УФСИН о том, что некий осужденный ГЭ из ИК номер 20, из-за неприязненных отношений, там, к сотруднику администрации, там, сделал заведомо ложный донос, вот, возбуждено уголовное дело. То есть, решения суда еще не было, а информация об этом уже висела. То есть, такой упреждающий маневр на упреждение. Не советуем, мол, тем самым, да? Да, да, да. То есть, мне очень неприятно, и я считаю, что некорректно, и, там, с морально-этической точки зрения, и, там, с прочих, там, точек зрения, вот, распространение этой информации, там, в среде осужденных. То есть, напишите жалобу, и если она вдруг не подтвердится, то 306-я статья. А так как вы все находящиеся здесь, то есть, если будете признаны, там, по этой статье, там, виновными, вы, у вас, получается, уже рецидив. Ну, как минимум, второе. Как минимум, второе. То есть, вы уже все, матерые уголовники. Да, а с рецидивом, то есть, судья не имеет возможности, ну, просто не имеет возможности назначить меньше, чем две трети максимального срока. То есть, и срок должен быть реальный. То есть, никаких условных там не будет, потому что вы уже все сидевшие. И Галкину, в итоге, приговорили. Два года строгого режима. Два года строгого режима. Это как раз две трети? Там, по-моему, санкция по этой статье, там, три года. Три года. Ну, две трети, да. Ух ты. Вот, то есть, собственно говоря, как бы, вот, квалифицировали как заведомо ложный донос, вот, и за подачу жалобы, за попытку защитить там свои права, неважно, там, мнимые права, немнимые права, там, хотел он оболгать, не хотел он оболгать, вопрос не в этом. За подачу жалобы два года строгого режима. Известно, будет ли обжаловаться? Ну, сейчас... Можно ли его обжаловать? Обжаловать можно. Сейчас защитники, там, его, там, думают, как, в какой форме, и он сам не уверен, что надо ли обжаловать. То есть, он уже устал, и, там, открытым текстом говорил, что, да, может быть, и не буду обжаловать, может быть, приму решение, что уже досидеть как-нибудь. Вот, потому что с системой сражаться, ну, очень сложно. А освобожден он был по истечению срока уже? Да, по истечению срока. Он был освобожден. Дело не в нем. У нас еще есть такое же дело. То есть, ИК-6... Полминуты. Да, небезызвестный Эдуард Горбунов, который тоже жалуется, и та же самая 306-я статья. Тоже возбуждена. Уже возбуждена. Да, то есть, я так понимаю, что это вводится в практику на упреждение и для запугивания осужденных, чтобы не жаловались. Вот, и это очень грустно. Я считаю, что так поступать не должны. Эти люди не могут собрать недоказательную базу, там, своим словам. Они не могут не вызвать свидетелей. То есть, право их на защиту, оно никак не гарантировано. То есть, такая очень куция, защита. Ну, вот, все. Вся система против этого человека получается. А он ничего не может сказать. Да. Никак не может доказать. Да, непростая ситуация. Спасибо. Завершается наша беседа. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области и член общественной наблюдательной комиссии по Кировской области. Всего доброго. До свидания. До свидания.